Роскошь с молотка! Кому достается конфискованное имущество взяточников? Давайте вместе почитаем увлекательную статью аргументов и фактов. Правительство предложило с 25-го года зачислять в федеральный бюджет средства, конфискованные у взяточников, казнокрадов и прочих коррупционеров. После этого кажется, что до этого, что кому-то в карман все уходило, но нет. Фактически это техническое перекладывание денег из одного кармана в другой. И в данном случае гораздо интереснее, о каких суммах идет речь. Масштабы изъятого. Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Арестов сообщил, что в 2023 году его подчиненные изъяли у чиновников более 21 тысячи объектов коррупционного имущества и 1 триллион 200 миллионов ценных бумаг, то есть акций. Функционеры не смогли объяснить, на какие шиши купили особняки, дорогие часы, люксовые автомобили, драгоценности и квартиры. По закону, несоответствие размера зарплаты, размеру приобретенных благ, достаточное основание, сам факт коррупции доказывать не обязательно. Это значит, что без уголовных дел, без посадок, без публичного позора и линчевания у чиновников, у некоторых силовиков за расхождение в декларации просто конфисковали, изъяли огромное количество имущества, и для них единственным наказанием стало лишение наворованного имущества или полученного в результате коррупции. Немного странно, но это Россия. Что вы не смеетесь? Что вы не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Для примера приводит издание. Только в рамках одного исполнительного производства передано более 500 объектов недвижимого имущества и 5000 единиц техники. Вдумайтесь, 500 объектов недвижимого имущества – это квартиры, склады, гаражи, базы, торговые центры. У одного человека 5000 единиц техники. Это чем руководствуется человек? Сколько у него денег? Купил один «Майбах» – надоело. Купил второй «Майбах», еще с десяток «БМВ», еще 500 иномарок. И вот так 5000 единиц техники у одного коррупционера, который за это, скорее всего, даже не сел. У него всего лишь конфисковали имущество, нажитое нечестным путем. В рамках другого – более 3500 объектов, включая ценные бумаги, недвижимость, транспорт, монеты, часы, слитки из драгоценных металлов, картины, имеющие культурную ценность, рассказал Арестов в общественной палате. Но не имуществом единым, как говорится, за пять месяцев этого года приставы по штрафам взыскали с коррупционеров более 913 миллионов рублей, что на 22% больше, чем за этот же период в прошлом году. Иногда компенсировать ущерб удается даже без участия приставов. И масштабы добровольного погашения долгов перед государством тоже впечатляют. Например, экс-министром по делам открытого правительства печально известный Михаил Абызов в декабре прошлого года получил 12 лет колонии со штрафом каких-то 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества. Вину свою не признал, но, по словам его адвоката, по иску прокуратуры выплатил более 20 миллиардов рублей из собственных средств. Вы можете себе представить, чиновник, министр добровольно поделился с государством, вернул ему 20 миллиардов рублей. Это сколько нужно зарабатывать? Как сильно нужно трудиться, чтобы у тебя где-то в кубышке было как минимум 20 миллиардов рублей? Цифры впечатляющие, пишет АИФ. Но надо признать, что в казну попадает далеко не все. Так в 2020 году из конфискованных в судах 75 миллиардов рублей реально в бюджет попало в 10 раз меньше. Все дело в том, что изъятый и оцененный особнячок или мерседес для начала надо продать. На торгах же многие объекты имущества коррупционеров уходят с молотка по цене гораздо ниже той, что указано в исках. Например, Бентли, бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, приговорен к 13 годам за коррупцию, оценили в 13 миллионов рублей, на торги выставили за 4,5 миллионов рублей, а продали без малого за 6 миллионов рублей. И дело тут не в каких-то серых схемах. Просто автомобиль имел дефекты из-за двухгодичного хранения, а за хранение и содержание конфиската, к слову, платит государство. Вот смотришь на эти цифры, а сейчас за эти 4-6 миллионов можно купить не Бентли, а разве что какого-то китайца или сильно поношенного японца. Непрозрачная зона. Теоретически купить конфискат с большой скидкой может как юридическое лицо, так и простой человек. На деле же мало кто о торгах таких знает. Люди не заходят на специализированные электронные площадки, и как следствие спрос на лоты невысокий, соответственно продавец снижает цену. Ну и организаторы, видимо, этих продаж не сильно заинтересованы в широкой огласке. Кое-какие лоты все-таки выкупают свои. Казалось бы, россыпи купюр в валюте и рублях, фигурирующие на оперативной съемке при обыске у проводившихся чиновников, уже мало кого удивляют. Но квартира бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, набитая деньгами, заставила даже тех, кто следит за коррупционными делами, ахнуть. Именно это дело дало толчок к расширенной конфискации. Напомним, имущество тогда изъяли не только у Захарченко, но и у его родственников. В итоге те дошли до конституционного суда, размахивая федеральным законом, который позволял конфисковать имущество только у жен и несовершеннолетних детей обвиняемого. Даже родители формально не попадали под эту норму. Однако суд уточнил, что с 2019 года изъятие возможно у любых лиц. То есть, если коррупционер купил любому знакомому, не только родственнику, машину, квартиру, переписал на него земельный участок или бизнес, и прокуратура установит их связь, конфискует, особо не разбираясь. А там можешь идти хоть до Верховного, хоть до конституционного суда и доказывай до посинения.